Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами снова про общежитие, провести такой небольшой рум-тур, показать, где я жил. На этот раз вас ждут общежития, которые находятся в Литве, город Вильнюс, и принадлежат Вильнюсовскому техническому университету имени Гегеминеса. Будем говорить мы об двух общежитиях. Первое общежитие находится на улице, вернее, не на улице, а на Саулетика, аллея 39А. Это общежитие номер 6. Это общежитие предназначено в первую очередь для студентов, которые приезжают по обмену по программе Erasmus. Но также в этом общежитии могут жить и аспиранты. Стоимость проживания по состоянию на 2017 год была 150 евро за одно место в комнате. Как выглядело это общежитие и как выглядели две различные комнаты, вы можете увидеть прямо сейчас. Немного покажу, как выглядит общежитие в Вильнюсе. Итак, вот мы вошли сквозь эту дверь, мы сквозь неё вошли. У нас здесь маленький коридорчик. В этом коридорчике у нас шкаф развертой. Здесь вешалка, несколько полочек. И здесь у нас исключительно полочки. Здесь уже мои вещи. Здесь у нас в коридоре ещё вход в душ, туалет. Вот такой вот. Всё красиво сделано, всё хорошо. Горячая вода есть. Полотенце сушитель тёплый. И дальше у нас идёт комната. Комната на двух человек. Здесь у нас две кровати, два стола, стулья, большое окно. За окном у нас лес. Единственный минус, я считаю, в том, что на целую комнату всего лишь две розетки. Ну, это минус интернет. Здесь есть Wi-Fi, но также есть и кабельный интернет. Я посвящался и так, и так. Кабельный намного лучше. И здесь у нас в комнате есть ещё один вход. Ещё одна дверь. Эта дверь идёт у нас на кухню. Вот. Кухня, получается, кухня одна на две комнаты. То есть, отлично. Здесь на кухне у нас электрическая плита. Умывальник горячей водой. Вытяжка. Такой холодильник. Холодильник новый. Отличный. Наработает. Там моя еда уже стоит. Себя оставил. И морозильник. Вот такое. Даже чайничек кто-то оставил. Не знаю, чайник оставили или он здесь должен был быть. Но он здесь есть. И здесь у нас другая комната. Вот. Здесь, в принципе, в этой комнате всё так же само. Сейчас я вам включу. Шкаф. Душ. Такой же. Сейчас свет включится. Вот. В принципе, такая же комната. Вот так живут студенты в Вильнесе. Тоже нужно выключить свет. Ну, а так вот живут студенты в Вильнесовском техническом университете. В принципе, общежитие, я считаю, общежитие очень хорошее. Мне очень нравится. Здесь всё современное. Хотя само по себе здание оно старое. И, насколько я понял, просто это общежитие переделывают. Здесь делают ремонт. Здесь полностью новая наружка этого здания. И я сегодня здесь проходил. Делают ремонт в другом крыле четвёртого этажа. Полностью также делают ремонт во всех комнатах и на коридоре. В общем, вот это и есть общежитие в Вильнесе. Сейчас я хочу вам рассказать об ещё одной комнате в том же общежитии. Как она выглядит, потому что она совершенно другая. Ну, и рассказать своё мнение за полгода проживания в этом общежитии. Начнём, пожалуй, с коридора. Вот, допустим, мы вошли. Мы вошли. Что мы здесь видим? У нас ещё две двери. Одна дверь идёт в туалет. Вот. Он, в принципе, такой же, ничем не отличается. Вот туалет, душ. Так, здесь ничего примечательного. Здесь также у нас шкаф. Вот такой вот шкаф. Да, и здесь тоже. Вот такой вот. Единственное, тучи этой комнаты. Здесь есть батарея. Вот она. Вот такая батарея здесь. Почему она здесь есть? Потому что это угловая комната. Самое, что ни на есть. Далее переходим в комнату. И здесь у нас также есть две кровати, два стола. Но здесь есть ещё и маленькая кухня. Вот, в принципе, она и есть. Здесь у нас две плитки. Они электрические. Сам умывальник, рукомойник. Как его сказать правильней. Холодильник у нас здесь находится. И здесь просто место для мусора. Вот так вот. Вытяжка. Так. Огромное количество есть. Вот эта тумбочка. Такая ещё одна тумбочка. Возле моей кровати ещё одна тумбочка. И окно. Окно обычное. Окно как окно. То есть, то, что кухня в комнате, это такой себе плюс-минус. Потому что кому-то нужно раньше встать, кому-то позже. А готовить приходится в комнате. Мне повезло. У меня сосед был в Португалии. Он в комнате не готовил. Он готовил у своих друзей. Поэтому мне очень повезло. И, в принципе, я ему тоже никогда не мешал. Потому что он уходил иногда раньше. Если он раньше не уходил, так я уходил позже. Потому что я никогда раньше не уходил в него. Вот так получилось. Как-то запутанно я рассказал. Но как-то так оно получилось. Также здесь есть прачечная комната. Вот так она выглядит. Здесь три стиралки, три сушилки. Можно посушить вещи. Так отдельно. И стоимость. 2,60. Отдельная застирка, отдельная за сушку. Как бы. Дороговато, конечно. Ещё раз покажу. Вот так вот здесь. Всё. А на втором месте находится общежитие номер один. Которое находится на Савалитике, аллея 25. В этом общежитии могут жить абсолютно все. Как бакалавры, так и магистры, так и аспиранты. Стоимость колеблется от 105 до, вроде бы, 115 евро за одно место. В зависимости от той комнаты, в которой вы живёте. Там есть комнаты поменьше и комнаты побольше. Как выглядит это общежитие, давайте посмотрим. Итак, вот так выглядела наша комнатка, когда мы только сюда въезжали. Здесь у нас один большой шкаф. Потом маленькая тумбочка, холодильник маленький. Это всё даёт общежитие. Две кровати и два стола с тумбочками со стульями. Это кресло, это моё. На него не обращайте внимания. В принципе, то, что здесь всё есть, это хорошо. Поскольку не надо задумываться абсолютно ни о чём. Ни о холодильнике, ни о вещах не положить. Кровати новые. Вот буквально в этой комнате ремонт был сделан полтора года назад. Батареи регулируются. Можно себе регулировать, выставлять температуру. Большое окно, штор и тюлей здесь нет. Но есть такой роллет, который также позволяет регулировать, так бы сказать, яркость в комнате. Ну и несомненный плюс, это замечательный вид. Особенно с этой стороны, поскольку он идёт на лес и на часть города. Здесь отличные закаты. Потому что с другой стороны вид выходит исключительно на лес и на парковку. Это что касается комнат. Комнаты бывают вот такие маленькие. И комнаты ещё бывают побольше чуть-чуть. Цена, соответственно, там на пару евро дороже. И вылетят они в основном вот такие два блока. Один и второй. Здесь у нас есть душевая. Душевая здесь туалет, душ как бы такой. Но здесь он не съёмный. Это был минус его. И две комнаты на один такой блок. Вот так выглядит наш коридорчик. Вот так выглядит общая кухня. Это кухня, две кухни на один этаж. Получается два рукомойника, две плиты и одна духовка. Ну, тоже регулируемая батарея, ремонт и вот такой вот замечательный вид. Также есть по два балкона. А в основном на этаже вроде бы шесть таких маленьких блоков. Один, два. Это не считается. Три. Здесь четыре, пять, шесть. Да, шесть блоков получается. Это на одну сторону. И когда мы идём, спускаемся чуть-чуть ниже. Здесь, кстати, студенческая парковка. Можете посмотреть, сколько автомобилей на студенческой парковке. И у нас сегодня среда. Среда, час дня. Новые лифты. И здесь ещё такая же самая часть на шесть блоков. Вот так как-то. Ещё я забыл сказать, есть такой плюс. В житии убирают. То есть, на кухне убирается каждое утро. У коридоры морят каждый день. А в комнате, лично в комнате, такая уборка пола влажная раз на неделю. На этом моменте нужно подвести итоги, сделать выводы, ставить отзывы про общежитие. Каких-то плохих, отрицательных отзывов ни про одно из этих общежитий у меня нет. И думаю, что это к лучшему, потому что администрация всё делает правильно. Меня очень удивило то, что в общежитиях убирают. Убирают лечащие клетки каждый день. Убирают на кухнях. И, конечно же, убирают в комнатах. В комнатах не каждый день, но один-два раза в неделю тоже убирают. Это меня очень сильно удивило. Жизнь в общежитии зависит от самых людей, которые там живут. В первую очередь, от студентов, конечно же. И, пожалуй, мне за этих полтора, можно сказать, два года, мне очень сильно повезло. Потому что сначала я жил в общежитии Erasmus. Там были интернациональные студенты. Итальянцы, французы, поляки, немцы. Абсолютно все, кто может, там были. Когда я переселился уже в первое общежитие, там были на 12 этаже исключительно литовцы. И потом я переселился на 8 этаж. Там были уже азербайджанцы, турки, китайцы. И мне повезло как бы с ребятами, соседями. Нам было очень интересно. Всегда было о чем поговорить. Посмотреть, кто что готовит, как готовит. Потому что в основном мы собирались на кухне. Я думаю, эти студенческие времена будут вспоминаться еще долго и долго. Что касается цен на проживание, хочу также их упомянуть. По состоянию на 2017 год в общежитии Erasmus в 6 мы платили 150 евро в месяц за одно место. А в общежитии номер 1 цена варьируется от 105 до 115 евро в месяц. Плюс еще, возможно, какие-то повреждения были в общежитии. Они также разделяются на всех, кто живет. И это зависит еще от того, в какой комнате вы живете. Там были маленькие комнаты. Ну, как маленькие? Комнаты, которые вы видели в видео. И комнаты еще побольше. Она примерно на метр-два больше, длиннее. И все. Ну что, про уборку сказал, про цены сказал. Про атмосферу тоже сказал. Пожалуй, на этом все. Спасибо всем, что смотрели. Оставляйте комментарии. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение про общежитие. Возможно, вы вспомните что-то из своей истории. Как вы жили в общежитиях. Какие у вас были общежития. Это очень интересно почитать. Ну что ж, спасибо всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok